Так, ну что, всем привет, ребят! Сегодня обсудим монету, которую нужно тоже холдить, то же самое, как монету Harmony на данном этапе. То есть, опять же, кто хочет забрать профит по Harmony без проблем, кто закупал ее сугубо спекулятивно для заработка, можете фиксироваться. Ну а кто закупал ее то же самое, как и я, хотя бы частично в долгосрока, то можно ее еще подержать до 2022 года и подождать отработки событий, которые там будут. Тем более, там биткоин бридж, эфириум бридж, там запуск NFT и так далее. Поэтому, я думаю, монета себя еще покажет. Вот, по поводу монеты Helium. То есть, у нее был холдинг 1 августа 2021 года, напоминаю. Вот, это в этом году. Отличный проект, на котором можно делать большие деньги, это meri.th.io. В этом проекте работает топовая команда по трейдингу, что показывает одни из лучших результатов на рынке крипты. В день на этом проекте можно делать стабильно от R до 12% ежедневной прибыли с возможностью в любой момент вывести весь свой вклад с дивидендами. Я лично вложил в данный проект 7000 долларов, так как знаком с администрацией проекта и это надежные люди. Вывод дивидендов и личного вклада работает замечательно. Сейчас получаю по 6% прибыли ежедневно. Могу с уверенностью заявить, что проект надежный, быстро обрабатывает выводы и дает людям хорошую возможность заработать. Ссылка на проект в описании под роликом. Вот поэтому на данном этапе я считаю, в принципе, можно ее еще похолдить и кто закупался по ней вот здесь, ну уже можно было заработать те же 2x. Но опять же таки, я все-таки ее поддержал бы и я считаю, что она покажет еще свой профит. То есть я по ней на самом деле закупался еще по-моему здесь и можно было взять тут 4.5x. А ну кто закупался вместе со мной в том же закрытом клубе, можно было заработать те же 6x уже сейчас. Вот я не помню, но если кто хочет, могу скинуть потом ордера, как я закупал ее по данным отметкам. То же самое, как и Солану я рассказывал, что я закупал ее по 15 долларов, да. Вот здесь по 15 долларов мы в закрытом клубе ее закупали. Вот, ну может быть чуть-чуть поздновато, но по крайней мере я считаю, что как бы кто додержал ее до 200 долларов, забрал те же 10x. И ну как минимум 5x можно было по ней взять, как это сделал я. Вот, поэтому по поводу Helium на данном этапе, то есть она находится в пиках. Я понимаю, что сейчас если кто хочет ее фиксануть в целом, можно это сделать. Но на данном этапе, я считаю, после того, как по ней произошел халвинг, она себя еще покажет. Поэтому монета сама по себе перспективная, находится сейчас она в таком восходящем канале. Вот, на данном этапе, если присмотреться, то в целом, если мы выходим за ту же отметку в 28 долларов, можно ждать дальнейшего движения. Но нам главное закрепление выше здесь 24, ну а здесь было 26,5 долларов. Вот, и как только мы за них закрепляемся, можно ждать дальнейшего активного роста и движения. То есть, то же самое, как я и говорил по монете у нас в One Hagman. То есть, если кто послушал меня и додержал, то в целом можно было заработать еще. То есть, я говорил, выходим за 21-22 цента, мы улетаем. Ну, то есть, мы улетели на те же там еще 70 процентов. И кто захотел, можно было заработать те же там 4-5x, а может и больше. Вот, поэтому по монете Helium, я считаю, она себя покажет. У нее был Halving, и также еще у нас был Halving, будет вернее, у монеты Halving Verge. То есть, многие ее недооценивают. То есть, она сейчас находится у нас на днище. Вот, поэтому будет Halving у нее 8 марта 2022 года. Находится сейчас она в накоплении. Видите, ее не пускают ниже этого уровня поддержки. И как только она восстановится на те же отметки, что и была, и тем более сходит на перехай, это будет порядка 10x. Ну, даже если она сходит сюда, ну, как минимум те же там 4,5x вы заберете, я считаю. Вот, и также у нас Halving будет по монете Qtum. Я думаю, многие тоже в курсе за это. Вот, поэтому монета Qtum тоже сейчас находится в восходящем канале. Я понимаю, что могут это все дело пролить. Но оставьте часть свободного фиата на случай, если прольют там на 5-7 долларов. Может и ниже. Но даже если с текущих она сходит, то можно будет в принципе забрать, если она тем более пойдет на перехай, то те же там 7x. Вот, если же даже сходит сюда, то в целом можно будет 3-4x забрать. Вот, поэтому я думаю Qtum себя еще покажет, а Halving по Qtum у нас 1 декабря. Вот, поэтому по монете Helium на данном этапе стоит ли лезть с покупки? Я считаю, не стоит. Но кто ее холдит, я все-таки рекомендовал бы ее поддержать. Если кто закупал сугубо спекулятивно и там хотел заработать 2x или там здесь ее закупал, тогда окей, можете фиксироваться. Вот, но я все-таки рекомендовал бы хотя бы процентов 30 вашего объема. Ну, хотя бы 10-20, ну то есть, ну как минимум, да, 10-20 процентов вашего объема. Ну, в идеале хотя бы 30 подержать и на данном этапе похолдить и подождать, пока она сходит на те же там 60 долларов и так далее. Вот, на данном этапе у меня CoinMarketCap подтупливает. Вот, поэтому, к сожалению, скорее всего не смогу показать, что у нас там происходит. Вот, да, поэтому монета Helium у нас, она продолжает майниться и на данном этапе в целом она вышла за 24 доллара. Закрепление у нас произошло, но опять же таки нам нужна хотя бы какая-то консолидация, как это было, допустим, по монете One. То есть, мы отстоялись и потом сходили еще выше. Видите, как это произошло вот здесь. Мы постояли здесь сколько? Около недели. Давайте глянем. Ну, порядка, да, 10 дней и поперли наверх. Поэтому, если посмотреть даже, ну вот она сходила на те же 70%, ну давайте отмеряем, сколько это будет приблизительно. Ну, на 70% это плюс-минус где-то, наверное, в район 50 долларов. Нет, даже 45, наверное. Да, где-то в район 40, 44 даже. Вот, 44 доллара плюс-минус. Она может еще сходить, поэтому, ну как минимум, да, то и больше. Поэтому, ну я жду лично по ней хотя бы полтинник. А там уже будем смотреть по ситуации. Я лично по ней здесь закупался, рекомендации тоже давал в закрытом клубе. И, кстати, бонусом могу вам дать монету, которая недооценена. Тоже многие проекты на ней делаются. Это монета SNX у нас. Кто хочет закупить, можно будет как минимум те же 2 ТХ по ней взять. Поэтому сейчас находится тоже в офигительном накоплении. Как только она перекрывает все вот эти нисходящие каналы, которые здесь были, то в целом можно по ней закупаться и, ну вернее, сейчас можно закупаться. То есть ждать дальнейшего движения наверх. Поэтому в накоплении, если посмотреть, сколько она здесь находится, она находится уже порядка здесь, давайте посчитаем, порядка 8 месяцев. Но если хорошо убрать вот эти всплески, которые были у нас на те же там, сколько давайте глянем, на те же там 50%, но если убрать их, ну хотя бы чисто на глаз, ну порядка полугода мы стоим здесь в накоплении. Поэтому я считаю, монету можно смело брать, как только выходим за 14, тем более 22 доллара. Жду дальнейшее движение. Меня часто спрашивали еще по 3 ТФЮ, стоит ли сейчас брать. Я считаю, что стоит. Опять же таки, жду выхода за 8, 10 и потом 14 долларов. Поэтому монеты себя еще покажут. Ну многие не верят, ну окей, как хотите. Вот ТФЮ то же самое, жду выхода за 45 центов и потом за 60. Поэтому, ну те же там 2Х можно будет словить как минимум. Но я считаю, что они покажут себя и лучше. Вот, поэтому, ну CoinMarketCap немного подгрузился. Я сейчас попробую зайти, но скорее всего он вряд ли подгрузит. Ну попробуем, ну. Не, не знаю, что такое MarketCap сегодня подтупливает. В общем, такие мысли, такие дела. Если интересуют рекомендации, стоит докупаться от этого ТФЮ, я считаю, что можно. Особенно, кто закупает в долгосрок данные монеты, можно смело брать. Ну и бонусом могу вам дать. То же самое, VRX я тоже неоднократно советовал. Кто верит в данные монеты, так же монеты ТКО. То есть, ну, я больше монет я даю, чем в закрытом клубе. Если кто хотел закупиться, то вступайте и будем вместе зарабатывать. И, кстати, поздравляю всех тех, кто меня послушал и в том числе в закрытом клубе или на YouTube канале. Я тоже неоднократно говорил, можно было заработать по монете 1 инч. Я считаю, она еще сходит. Как только она закрепится выше 6 и 7,5 долларов, я часть монет оставил. Зафиксировал, я могу сказать, 30% позиции. То есть, я большую часть позиций не фиксировал. Ну, возможно, может быть, это была отчасти ошибка. Но, в целом, я не жалею, потому что будут еще монеты. И плюс можно было заработать по ней, ну, как минимум, те же там 2 ТХА. Если кто хотел заработать, ну, даже если вы закупались вот здесь, можно было, сейчас покажу, сколько заработать. Давайте глянем. Можно было те же там 50-60, может 70% заработать. Поэтому, кто заработал вместе со мной, поздравляю. Также, кто заработал вместе со мной по рекомендации по монете CRV, тоже поздравляю. Можно было 2,5 ХА, ну, даже в пике ТХА заработать. Поэтому, всем удачи, всем пока. Кто считает, что мои рекомендации не работают. Вот, кстати, Helium у нас подгрузился, неужели? Ну, кто считает, что мои рекомендации не работают, флаг им в руки. Вот, 26 долларов все стоит, капитализация 2,6 миллиарда. На данном этапе она сделана, кстати, на базе проекта Yota, да. Поэтому, находится на 58-м месте. Поэтому, я считаю, монетка себя еще покажет. И кто ее недооценивает, ну, очень даже зря. Вот, поэтому, в покупке по CRV, по One, по Helium лезть не стоит. Но, холдить их, я считаю, все-таки можно. А какие докупить, я сказал. Это SNX, TETA, TFUEL, VRX и TKO. Вот, вот эти монеты можно смело закупать. Но, лучше ориентироваться по ним на долгосрок. Потому, что в средние сроки они-то могут себя показать. Но, я бы лучше в долгу ориентировался. Потому, что они покажут себя намного сильнее. Вот, всем удачи, всем пока. Надежный проект, в котором я зарабатываю по 6% прибыли в день. Это miryeth.io. Ссылка на проект в описании под роликом.